Для поддержки латвийских предприятий, пострадавших от военной агрессии России в Украине, будет выделена финансовая государственная поддержка в размере почти 95 миллионов евро. Планируется, что право на финансовую помощь получат субъекты хозяйственной деятельности, которые из-за событий в Украине столкнулись со снижением спроса на свою продукцию, снижением оборота, сбоями в цепочке поставок, ограничением на дальнейшие инвестиции и не только. Помощь не получат субъекты, находящиеся под международными или национальными санкциями. Поддержка компании будет оказана в виде финансовых инструментов. 39 миллионов евро составит кредиты на оборотный капитал инвестиции. 22,5 миллиона евро – это гарантии. И еще 1 миллион 300 тысяч евро – это гарантии экспортных кредитов. 32 миллиона 100 тысяч евро предусмотрено на инвестиции для приспособления бизнес-моделей, увеличения экспортных мощностей, завоевания новых рынков, новые технологии, оптимизации процессов, а также на разработку продуктов. С 1 июля выплата государственного пособия по социальному обеспечению достигшим пенсионного возраста лицам не будет приостановлена в случае их трудоустройства. Как пояснили в Министерстве благосостояния, данные изменения будут способствовать улучшению материального положения пенсионеров, так как одновременно зарплаты они смогут получать и пенсию в случае, если пожелают и сочтут возможным улучшить таким образом свое материальное положение. Пособие присуждается лицу, не имеющему права на получение государственной пенсии или страхового возмещения в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также лицу, достигшему возраста, установленного законом для получения пенсии по старости. Министр образования Латвии Анита Мужница предложила продлить учебный год до ЛИГО, ведя при этом дополнительные выходные в марте. Такую идею, на ее взгляд, поддержат родители учащихся начальной и основной школ, поскольку им придется меньше думать о том, чем занять детей летом. По мнению Мужницы, сокращение летних каникул – это необходимая мера для выравнивания нагрузки на школьников в течение учебного года, поскольку Латвия является одним из рекордсменов по продолжительности каникул. В отличие от Литвы и Эстонии, продолжительность каникул в нашей стране составляет 17 недель. Но пока это всего лишь мнение одного государственного чиновника. Найдет ли оно поддержку, в том числе и в обществе, станет известно в ближайшем будущем. Жилой фонд Латвии стремительно ветшает. Да, Гобелс – не исключение. Год от года все актуальнее становится вопрос о проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Но, как правило, стоимость таких строительных работ для собственников квартир является неподъемной. Поэтому сегодня многие горожане дают предпочтение частичной реновации своей многоэтажки. Капитальный ремонт балконов также является одним из этапов частичной реновации дома. Тема ремонта балконов в Дагу Полсе звучит также очень актуально. Во многих многоэтажках они находятся в аварийном состоянии. Обновить балконы сегодня в городе можно, получив софинансирование на ремонтные работы в размере 60% от общей стоимости проекта в рамках муниципальной программы. Но начать все равно придется с решения на общем собрании дома. После чего следует обращение в свою обслуживающую организацию. Затем разрабатывается проект, по которому и будут обновляться балконы во всем доме. И потом уже объявляется закупка. Если жители многоквартирного дома дают свое согласие окончательной смете, то процесс продолжается. Следует отметить, что в этом году в Дагу Полсе на обновление балконов заявки подали 8 многоквартирных домов. В учебных заведениях города прозвучали последние школьные звонки. И летние каникулы приближаются все стремительнее. А вот чем займутся во время школьных каникул дети, в том числе, зависит и от тех возможностей, которые сегодня предлагают организаторы детских лагерей отдыха. Летний детский отдых – штука тонкая, ведь родителям хочется подобрать для ребенка лагерь, в котором можно отлично отдохнуть и при этом узнать много нового и интересного. Языковой лагерь «Эрудит» является одним из таких мест. Через дебаты, городские квесты, интервью, театральные постановки, через создание своих видеоэкскурсий по Дагу Полской крепости, «Эрудит» предлагает усовершенствовать ребятам свои знания латышского, английского и русского языков. В рамках одной смены преподаватели помогут детям раскрыть в себе актерские способности, научат держаться на сцене и перед камерой. А еще будут спортивные мероприятия, занятия по здоровому питанию, первой помощи, современные настольные игры. И это все в группах по 10 человек. Вместо проведения дневного лагеря – до выпуска Государственная польская гимназия имени Пилсудского. Более подробную информацию можно узнать по телефону 251-14022. В последние годы муниципальные программы по летней трудовой занятости для молодежи становятся все более актуальными. Опыт самоуправления Дагу Полса – тому наглядный пример. Аналогичная ситуация наблюдается и в Аушдаговском крае, самоуправление которого также предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 19 лет во время летних каникул поработать. Но очередь на вакантные места никто не отменял. Итак, включительно до завтрашнего дня, 20 мая, школьники, задекларированные на территории Аушдаговского края и которые проходят обучение в одном из учебных учреждений Аушдаговского края, еще могут подать заявки на участие в программе летней занятости. В этом году самоуправление края создаст 188 рабочих мест. Подростки 14-15 лет смогут поработать не более 10 рабочих дней по 4 часа в день. В свою очередь учащиеся 16-19 лет смогут рассчитывать на минимальную зарплату за 20 рабочих дней. В разных властях молодым людям будет предложена работа помощников продавца и работников по благоустройству территории. Все заинтересованные лица должны подать свое заявление до 20 мая включительно в волосные самоуправления или в Краевую Думу, как в письменном, так и в электронном виде. Более подробную информацию можно получить на сайте Краевого самоуправления. Депутаты Даугаплской городской думы продлили срок временной прописки на территории города национальной премии года «Музыкальный банк». Таким образом, в течение последующих трех лет Даугаплс останется главной концертной площадкой страны. Ранее городская дума получила письмо от Латвийского радио, в котором предлагалось продолжить сотрудничество в организации гала-концерта «Музыкального банка» сроком еще на три года, то есть на 2023, 2024 и 2025 годы. Софинансирование со стороны самоуправления останется прежним – около 80 тысяч евро ежегодно. Впервые гала-концерт «Музыкального банка» в Даугаплсе состоялся в феврале 2019 года. Тогда самой ценной песней страны 2018 года стала композиция «Оглас», исполненная группой «Прата Ветра». После двухлетней паузы 21 мая в Агужаковском крае состоится все латвийские слет любителей водного туризма «Большой плод-2022». «Большой плод» – это не соревнования, это популяризация водного туризма в Латгалии, содействие здоровому и активному образу жизни латвийцев, а также сплочению жителей и проведению досуга в позитивной атмосфере. Участникам предлагается возможность активно провести выходные в увлекательной прогулке по Даугаве. Во время поездки осматриваются как культурно-исторические, так и природные объекты. И на этот раз маршрут пройдет от Индрицы, Кравцевский край, до Ленбургской усадьбы, расположенной в Салонской волости Аугжаговского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова